По поручению главы региона Галии Скалиева в Уральске полномерно решают проблему долгостроев. На сегодняшний день в областном центре насчитывается около 30 таких объектов. 9 недостроенных или ветхих зданий уже сняты с контроля. Моя коллега Альбина Кумар-Галиева побывала на одной из заброшенных строек города. Строительство данного жилого комплекса было приостановлено в 2013 году. Об этом долгострой знают почти все жители Уральска. Он находится в центре города, возле департамента полиции. На сегодняшний день определен заказчик. Буквально через несколько месяцев начнутся строительные работы. Первоначальная задумка проекта – 82-квартирный жилой комплекс «Арман». Но сейчас здесь только заброшенная стройка с заросшей травой. Больше 10 лет объект простаивал, но в конечном итоге ушел с молотка. Заказчиком рискованного проекта выступила компания «Рой». Сейчас она совместно с проектной организацией проводит комплекс технического обследования. Я думаю, сейчас не могу сказать, но где-то около 3-4 месяцев они закончат наш проект. Мы получим все технические документации и будем подготавливать стройплощадку и продолжать строительство. Когда жители Уральска смогут здесь увидеть полноценный дом? Так, полноценный дом, я думаю, мы в условиях таких, сейчас у нас в сложных условиях, думаю, на конец 2022 года мы здесь уже перережем ленту. Текущее состояние, нормальное текущее состояние. В 2013 году его начали строить. Потом по всей миссии, не знаю, там причины, остановили стройку. Мы в конструкции, в принципе, все работоспособны, как я сказал, заключение есть. Поэтому мы сейчас дополнительно тоже обследуем это здание, смотрим, где-то надо что-то подлатать, где-то разрушить и заново залить. В 2013 году это было нетипичное здание для Уральска, да? Да, это первое здание, каркас монолитное было, поэтому здесь немножко отступление есть, небольшие проекты, решения. Мы все это поправим. А в течение стройки вы будете курировать это? Естественно. Авторский надзор будем вести за этим строительством. В областном центре насчитывается 29 таких проблемных объектов. Многие из них простаивали по несколько лет. Акимобласти не раз поднимал вопросы долгостроев, которые портят архитектурный облик города, более того, представляют серьезную угрозу. Профильным ведомством была создана комиссия, которая провела обследование этих замороженных объектов, по многим из которых до сих пор ведутся судебные разбирательства. Из них 9 объектов мы уже сняли с контроля. Могу сказать, что по 12 объектам работы ведутся. По 8 объектам материалы переданы в городской акимат. Городским акиматом будут инициированы судебные иски о том, чтобы обязать собственников привезти в соответствие данного здания. Либо ветхие здания, либо недолгостроенные. Первоначально мы проводим комиссионный выезд, осмотр данного здания. Потом дается заключение собственнику. Если собственник, вы все прекрасно знаете, есть собственник, обязан содержать здание в надлежащем. Если собственник уже не выполняет добровольный, уже инициируются исковые заявления в суд через городской акимат. Недостроенных объектов в городе немало. Например, высотка возле городского акимата, сооружение в районе Омеги, здание торгового дома Мерей на улице Шолохова. Здесь же находится еще один незаконченный торговый объект. Сейчас их территории ограждены, ведутся строительные работы. Альбина Кумаргалеева, Талхат Мурадбаев, Айдос Кисимов, телеканал АГЖАИК.